кошмар какой-то живут ты же мое счастье как ты посмел вообще так себя вести разве счастье так может себя вести я нашла и тебя искала вот нашла счастье увидела уже и такое поведение что это за такое вообще как это вообще какие-то рамки вообще вписывается на геннадий вообще говорит что раз мы живем весь значит богом соединены понимаешь мне бог тебя послал как счастье лишь как счастье он же знает кого посылать вот ты мое счастье вот и веди себя как счастье такой возмущен горит ну да ты так считаешь может тебе надо вести себя как счастье сначала начинается торговля кто должен сначала вести себя как 6 рубся вот ли вся ругань на земле она из этой торговли состоит то на самом деле люди торгуются по поводу счастья ругаются проанализирует любой ругань как бы если люди ругаются вот они по вот чего ругаются они ругаются по поводу того как и кому должно прийти счастье в этом мире но я ясно что человек говорит в первую очередь мне нужно счастье этих отношений причина всего этого заключается в том что нужде человек не может быть адекватным и самая большая любовь как ни странно самая большая нужда в этом мире как ни странно это любовь мы нуждаемся в любви больше всего на свете понимать мы готовы даже не дышать но нам нужна любовь именно любовь очень глубокая чистая светлая мы ее сильно хотим в этой жизни и это главное для нас я недавно так старую знакомую песню услышал ну я ее как бы раньше слышал но слова не всегда входят сразу и тут я бац и как бы понял смысл вот это вот про эту тему что любовь это самая большая ценность жизни человека и поэтому из-за этого конфликты потому что мы не понимаем что человек никогда нам не даст то что мы ждем от него а ждем мы это от него потому что мы это уже получаем от бога но мы этого не знаем это все на подсознательном уровне происходит потому что бог в этом мире себя нам не открывает то есть мы думаем что мы это самим собой это мой я со своим внутренним миром общаюсь а вы не с внутренним миром общаетесь а с богом но эти отношения с внутренним миром очень заивные деликатные и наполненные любовью понимаете и поэтому мы говорим мы больше всего любим самого себя мы больше любим бога на самом деле на свете но просто мы этого не знаем это скрыто от наших глаз это подсознание вот и мы эти отношения с богом переносим на человек но бог от нас ничего не ждет понимаете он просто нас любит и все дает нам возможность жить как мы хотим ничего не ждет нас а близкий человек то ждет и он не бог он не полон знания самоконтроля отречения и так далее он не полный мы не полный и поэтому мы ждем от человека а он не может нам дать этого потому что он не полный он не наполнен такой сильный как бог а мы хотим именно таких отношений с ним поэтому расстраиваемся печалимся а надо просто понять что любовь между мужчиной женщины это не награда как некоторые хотят вот мы влюбились сама классно все получили награду и человек думает что всю жизнь это будет так нет любовь между мужчиной и женщиной это не награда это просто труд понимаете труд ежедневный труд в котором ты можешь получать маленькие победы и будь счастливым этим победами большими если ты согласен с такой жизнью если ты не согласен тогда вот как у девушки получил супер жену получил супер сына доброго хорошего человека сына получил жену отличную и так как она вот не не поняла как правильно себя с ним вести что надо ну его больше воспитывать как бы дистанцироваться от него а не одаривать его лаской и теплом там из океана любви вот не поняла как правильно он как бы почувствовал что у него чувства пропали ну а перетянуло чувства пропали и в результате нашелся дурочку просто дурочку какую-то вот реально от хорошей девушки ушел и хорошего сына будущего год дурочки просто но она конечно потом тоже лекции когда начнет слушать станет по умнее раскается я думаю так и будет со временем вот а сейчас она просто вот так глупо очень поступила оторвала человека от его семьи и вот ну хорошей семьи причина вот такая неправильное представление у нас об этом обо всем один человек в иллюзии попал что любовь это награда надо наслаждаться любовью и поэтому нашелся награду так сказать в кавычках понаслаждается сейчас пару месяцев поймет что за награда вот другой человек понял что на грунт любовь это сплошное самопожертвование надо сгорать как бы отдавать себя жертвовать и не смотреть на реакцию не смотреть что дальше будет ну тоже неправильно но то есть любовь это не награда не самопожертвование это труд труд в котором человек должен учиться быть разумным разумным вести себя аккуратно деликатно принимать терпеть прощать понимать что вот это вот деликатное отношение доброе спокойно всегда воспитывает человека если ты выдержал эту грань деликатное спокойное доброе значит что будет дальше он будет меняться к лучшему не выдержал эту грань пошел как бы ва-банк все будет рушиться все будет хуже только ну то есть надо грань всегда выдерживать надо пытаться принимать если трудно принять он вообще как мы вообще кого вот уже совсем значит тогда такова судьба значит и сам то же самое делал в прошлом надо чуть отодвинуться помолиться и принять все равно и опять строить отношения вот так вот ну то есть если этого не делать то все разрушится нельзя позволять себе входить в состояние принципа вот этого разрушающего все типа раз ты меня не понимаешь значит гореть все синим пламенем это неправильное мышление представьте какая сила на нами движет что мы входим в такой сильный конфликт как мы сильно хотим чистоты отношений чистой любви чистого счастья что мы ругаемся бесперерывно с близким человеком это все из-за того что мы путаем думаем что нам нужно награду а на самом деле есть только один вариант в этом мире жить это любовь как труд и как учеба как учеба как учеба и как вызов моей судьбы потому что через эту же любовь еще и судьба действует то есть эти события которые происходят со мной через близкого человека это я сам когда-то делал этот вызов серьезный то есть судьба говорит ну-ка давай научись любить еще в этой ситуации в которой ты сам создал прошлой жизни ну-ка теперь вытерпи сам все это понимаете а все начинается у нас вот с этого вот желание вот этой чистоты любви сильного в сердце который живет в этом противоречие заключается о чем человек что чувствует в конце жизни того он достигает если бога не можем достигнуть хотя бы любви которую мы стремились достигнуть вот это главное ведь сколько раз это любовь на это любовь на это любовь на нет а знания мои не то принципы мои не то правила мои не то условия мои не то возможности мои с тобой жить не то желание мои с тобой жить не то мои условия там а это любовь моя понимаете любовь стоит выше условий выше возможности выше желаний выше принципов выше разочарования и выше очарования любовь это безусловная вещь и если мы хотим чтобы перевоспитался близкий человек наш надо к этой безусловной вещи изо всех сил стремиться а если не получилось все разрушилось ну ничего страшного следующий раз получится бог даст другого человека раскаетесь идите дальше всякое бывает жизнь не такая простая штука поэтому нужно чтобы не было никаких ошибок нужно все делать правильно и вот для этого мы сегодня с вами и собрались на лекции то есть вы скажете когда же близкий человек то перевоспитается он не перевоспитается никогда он просто сначала вас поймет потом он почувствует то что вам жизни нужно и поймет также что ему надо делать то что вам нужно будет это для вас сделать сам а также он поймет то что ему в жизни нужно через вашу любовь и просто более быстро пойдет своей дорогой судьбы потому что если муж пьяница или наркоман или тунеядец или развратник это просто его уровень развития и все это не то что хороший плохой человек это просто его уровень развития а для того чтобы он выше был уровень развития для этого нужно его любить потому что любое живое существо развивается только через любовь и когда вы свою кошечку любите обожаете и оцените она развивается понимаете и почему кошечку любить легче чем уже потому что разница слишком большая понимаете вот представьте допустим ангел будет жить с вами в одной квартире вот будете вы на него смотреть вот такими удивительными глазами или нет будете вы бесконечно верны ему или нет вот человек по отношению к кошечке это такой же ангел понимаете мы намного более развиты чем эти животные и поэтому животные так верны нам так преданы они так нас любим так поэтому мои дорогие друзья бросайте нафиг своего мужа и жену просто живите с кошечками потому что там всегда будет бесконечно искренней чистой любовь так многие делают по три по пять кошечек завели собачек люди как бы понимать с ними сложно а кошечки всегда тебя будут любить собачки всегда тебя будут любить но там понимаете есть одна проблема проблема заключается в том что кого ты любишь таким ты и становишься вот у кошечек нет проблем они с ангелами живут понимаете а ангелы живут с кем с кошечками мой хороший поэтому идет как бы движение навстречу друг другу кошечек любите кошечки ваши вас любят становятся как вы а вы вы любите кошечек думаете сами решайте сами иметь или не иметь не я не против кошечек я просто к тому что надо кроме кошечка еще и мужа любить в основном люди кошечек у нас сейчас любят и собачек в современном обществе вот я к этому все говорил вот к этому точно так же с детьми тоже детей очень сильно от вас зависит поэтому они естественно будут как бы и чувствовать вас лучше и понимать потому что они сильно от вас зависит понимаете поэтому кошечек детей любить легче всего и финек OH на втором месте любить детей а вот любить мужа и жену очень трудно мои хорошие и вот этим надо и заниматься потому что именно это и достойноarlh этого и достоин человек чтобы научиться человека любить развитого взрослого а не просто ребенка ребенка любить не сложно потому что он зависит от нас естественно поэтому он будет нам предан верим и так далее понимаете научитесь взрослого человека любить Мы достойны именно этого. Любить означает поставить вот это все выше всего, что у нас в голове по отношению к нему есть. Вот любовь поставить выше всего. Для этого нужны большие силы. Силы берутся от природы, поэтому я приехал сразу на пляж. Там я увидел много добрых людей. И даже когда из воды выходил, одна женщина тоже там стояла и такая. Ну потом она такая, а нет, не может быть, чтобы Олег Геннадьевич не искупал. Он не из Питера. Ну я и улыбнулся. Счастливо. Счастье же, что тебя узнали где-то там в воде. Вот. Отношения с родителями еще сложнее, чем отношения с мужем. Это только кажется, что нет. Просто мы с ними чуть-чуть подальше находимся. Но они еще сложнее. Потому что перевоспитать родителей, это не то, что мужа. Вот мужа просто деликатно себя ведешь с ним. И он уже будет контактировать как-то с тобой, пойдет контакт. А вот родителей, они ведь тебя слушать никогда вообще не будут. Потому что они тебя видели просто вот. И таким запомнили на всю жизнь, понимаете. Поэтому, вот это вот. Вот представьте, вот как бы. Жизнь же быстро течет. Вот это вот. И это потом, вот это вот, вот это вот так. Потом. Мама, ну ты че? Ты с ума сошла вообще? И все нормально. Вот это вот. Вот так. Не может быть. Ну, сам в своем не верю. Понимаете, парадигму его очень трудно поменять. Ну, как это возможно? Вот, поэтому родители. Вот знаете, допустим, если вы хотите дать совет родителям. Нужна мама. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот надо так. Хотя ты знаешь лучше. Все. Вот так давать совет маме. И это надо честно вот так делать. Искренне. Или, допустим, мама говорит. Доченька, почему ты не пришла на день рождения? Мы там так хорошо отпраздновали. У нас было самое качественное в Петербурге вино. Вот. У нас как будто все родственники пришли. Мы там хорошо посидели. Попели русские песни. Ты же любишь русские песни? Ну, что ты не пришла с нами, не посидела? Вы скажете. Мама, я не смогла. Я вот сейчас очень трудно переношу, когда люди выпивают. У меня сейчас такой период в жизни. Это не то, что как-то что-то хорошее. Наверное, это не очень хорошо. Надо всех любить, переносить. Но я что-то пока не научился. И я вот, как бы, мне тяжело вот это все вот. И я буду стараться в следующий раз вот научиться, переносить. И приду обязательно в следующее мероприятие. Понимаете, нет? И мама говорит, ну смотри. Знаю, что не придешь, но все равно приятно. Чувствуете разницу, да? Между тем, что да вы там пьянь одна забрались. Маме. И когда мама не примет, она скажет, да, а ты у меня развилась. Стала очень умная. Я понимаю. Видите, мать, она видит, что любви нет у дочери в сердце. Какая она умная. Любовь является главным критерием. Если ты маму любишь, прощаешь, деликатно себя ведешь, она тебе говорит, доченька, брось своего мужика. Он у тебя плохой. Почему ты меня не слушаешь? Он говорит, мамочка, я все понимаю, согласна со всем. Пока бросить не могу. Ну посмотрим, как жизнь сложится. И дальше с ним живете. И мама говорит, у меня ты доченька-то разумная, но ты вот у меня слабохарактерная. Ну, да, мамочка, я слабохарактерный. Конечно, с тобой все согласна. Но у нас вот отношения налаживаются сейчас пошли. Зачем мне его бросать? Он на работу пошел. Стал лучше. Да? Ну ладно. И так далее. Постепенно меняется представление о близком человеке у родственников. Постепенно это происходит. Потому что они всегда насторожи, они боятся за ваше несчастье, и поэтому они будут в сердце относиться с долей скептицизма и долей, разрушающей ваши отношения. Имеет место еще привязанность от перетягиваний, естественно, неосознанное, близкого человека на свою сторону. Как общаться с мамой, если мама спрашивает совет? Очень деликатно, точно так же. Мамочка, я не знаю, как бы, как тебе сказать, но мне кажется, что вот так, ну ты знаешь лучше. Не как бы она себя не вела, все равно внутри она все равно, вы для нее дочь. Если мама, допустим, лезет со своими эмоциями, любовью со своей. Доченька, почему ты ко мне не приходишь? Ты меня что, уже не любишь? Тебе же плохо со своим мужем? Да, у тебя там все тяжело. Ну расскажи мне, как тебе тяжело и плохо. Ну, да нет, мама, у тебя все нормально. Нет, у тебя все плохо. Знаете, любовь, особенно когда люди стареют, у них любовь становится очень зависимой. То есть они начинают зависеть от людей. Если человек не развивается духовно, он зависит от детей. Это болезнь, зависимость от детей. Как быть? Дистанция и терпение. Это аскеза уже со старыми родителями, которые от тебя зависят. Человек с возрастом должен быть духовно сильным становиться. Не зависит от никого, кроме Бога. Но если человек зависит от тебя с возрастом, становится зависимым, то тогда в этом случае просто терпение. Терпение и дистанция. Потому что если вы приблизитесь, это будет жар, разрушащий вас. Некоторые думают, надо к маме поближе и плохо. Поближе означает, дарите радость ей. Но как только чувствует, что вы сгораете сами, значит дистанция. Мама говорит, ну ты вообще со мной можешь как бы посидеть, поговорить вообще хотя бы 10 минут? Или все время дистанция? Я говорю, могу, мама? Ну сколько смогу, столько поговорим. Приехал, сели. Мама, ну как у тебя дела? Мама, давай о чем-нибудь хорошем поговорим. Мне так легче, чем вот это вот, что мне плохо, что я умираю, что я заездился уже. Вот давай поговорим о том, что мне хорошо, я испытываю счастье в поездках. Ну как бы вот так и с ней общаемся, говорим. О чем-то хорошем начинает говорить, становится легче. Если она покладиста. У меня мама покладиста. Она, конечно, любит драматизировать ситуацию. Но как бы если ее ставить на место, она соглашается. Ну по-доброму, имеется в виду. И вот так вот очень сложно с родителями. Если, допустим, между родителями и детьми очень глубокие отношения были всю жизнь, то это еще сложнее. Потому что вот эта сильная привязанность, она становится невыносимой. Потому что отношения больные, больную природу имеют. Понимаете? Потому что природа родительских отношений, вообще какова вот природа отношений родителей с взрослыми детьми? Это природа отречения. Отношения отречения. То есть человек с возрастом должен больше привязываться к Богу и отпускать детей в свободное плавание. Все больше и больше. Но если он все больше зависеть от них начинает, то это превращается в болезнь, которую невозможно вытерпеть. И так как мы не можем обучать родителей, правда ведь? Поэтому мы можем только деликатно как бы отношения держать на каком-то достаточном расстоянии. И желать им счастья, молиться за них, понимаете? Но если ты в зону вот эту входишь, их жизни слишком сильно, то там просто пожар, который разрушает твою судьбу. И если ты еще позволяешь себе послушать лишнего наставления родителей, то дальше они начинают просто превращаться в скандал. То есть они начинают орать на тебя уже там чувства распускать лишнего и так далее. Такое может быть, я утрирую, потому что некоторые родители все-таки способны отрекаться, быть мудрецами, молиться Богу и говорить, сыночек, хорошо живи, дочка, все у тебя будет хорошо, я за тебя молюсь, все, у тебя своя жизнь, я желаю тебе счастья, благословляю тебя. Мамочка, что я для тебя могу сделать? Ну если хочешь, что-то сделай, ну помой полы. И она как бы не трогает вас, дает вам возможность рядом жить, мудро себя ведет, отреченно. И с ней можно хоть весь день проводить рядом, ничего ты не напряжешься, не устанешь, потому что у нее отношение с Богом, она тебя благословляет, дарит тебе счастье, но тебя не трогает, не мучает своими переживаниями и так далее, понимаете? Но это развитый человек, а развитых людей сейчас мало на земле. Поэтому и со старостью все тяжелее жить становится, любому человеку. Поэтому нужно держать дистанцию, желать счастья родителям, помогать им, заботиться о нем материально, там, словами, делами, писать смс-очки добрые. Но вот когда начинается вот это вот давление эмоциями, надо дистанцироваться, иначе вы сгорите просто. Понятно, то есть с родителями отношения еще сложнее. Легче всего воспитывать друзей, которые встали на твой путь. Если друзья не встали на твой путь, их тяжелее воспитывать. Еще тяжелее воспитывать мужа и жену, чем друзей, которые не встали на твой путь. Еще тяжелее, чем мужа и жену воспитывать детей, потому что они хоть и кажутся, что они воспитываются, на самом деле они просто от тебя зависимы. А чтобы ребенок действительно начал меняться, он должен глубоко поверить в вас, как старших. А это значит, что вы должны полностью принять его судьбу, дать ему возможность жить, как он может. Это длинный путь. Еще тяжелее воспитывать родителей, потому что они не доверяют знанию, которое идет от детей. Но есть еще кое-что, что бы я вам сегодня хотел сказать. Есть еще одна категория людей, которых еще тяжелее воспитывать. Как вы думаете? Тяжелее? Да, да. Тяжелее родителей воспитывать саму себя. Это самое сложное. Мы кого угодно можем воспитать. И вот именно эта тема. Что когда человек очень хорошо читает лекции уже, очень хорошо, как бы, люди говорят, меняется их жизнь. В какой-то момент он начинает думать, может быть, мне самому начать следовать этим рекомендациям. С этого момента начинается изменение себя. Ну, то есть, это очень сложная вещь вообще. Поэтому, как бы, в ведах есть такое понятие. Учителя, который учит своим примером. Это самая высокая категория учителя. Есть много категорий разных, но самая высокая, это когда учитель учит своим примером жизни. Это очень сложно. И то же самое в семье. Человек, у человека есть единственный способ научить близкого человека. Это своим примером. А это самое сложное. Поэтому не нужно сильно рассчитывать, что мы быстро можем обучить своих близких. Потому что только своим примером, возможно, учить. А это самое сложное. Какие у вас вопросы ко мне? Да, ваш вопрос. Первый вопрос, что такое любовь? Много говорите про любовь. Что такое? Силы, братья. Я, вы знаете, на лекциях почти об этом не говорю, где брать силы. Вот. Да, вы давно на мои лекции ходите? Нет. Первый раз пришли? Вот. Понимаете, я вам очень благодарен за то, что вы пришли, во-первых. Но сейчас, так как я шутник по природе, простите меня. Я сейчас чуть-чуть пошучу. Ну, то есть люди сейчас засмеются, но я буду говорить по-доброму. Вот. Первая шутка такая. Понимаете, спасибо вам большое за вопрос, что такое любовь, потому что на своих лекциях я практически не освещаю эту тему. Вот. Я практически не говорю о том, что такое любовь. Это моя ошибка. Вот. И вторая шутка такая. На своих лекциях я практически не говорю о том, где брать силы. Надо просто послушать еще пару лекций. Вы увидите полностью. Потому что по пол лекции на каждой лекции только об этом и говорили, что такое любовь и где брать силы. Но по пол лекции, потому что это самые главные вопросы, которые только есть. В этом мире. И это самая главная тема. Спасибо вам за эти вопросы. Вы разумный человек. Да, я сегодня уже говорил о том, что такое любовь и где брать силы. Вот. На каждой лекции говорю очень много об этом. Спасибо, что вы спрашиваете. Это важно. У меня на семинаре пришли муж с женой прямо там вот в Бельгии. Они сели передо мной прямо на первом ряду. И они начали меня спрашивать. Жена спрашивает. Вот он вот так вот себя ведет. Что мне делать? И она начал говорить, надо принимать. Она говорит, и вот это надо принимать? Говорит, да. И вот это она говорит, ну все, теперь понятно. И он говорит, а мне что с ней делать? И тоже задает вопрос. Понимаете, они слушают мои лекции 8 лет. Мне говорят, 8 лет слушаем. И говорит, все так-то понятно. Но вот что с этим человеком делать? Конкретно, то есть, представляете, как это сложно вообще вот все, что ты знаешь, применить конкретно на практике вот к этому человеку. Ведь всегда кажется, что у тебя есть хотя бы маленькое исключение из этих всех правил. Но я им когда объяснил, они, да, конечно, это так и есть, но сложно. Спасибо вам за внимание.